Здравствуйте, Диляр Хау. Здравствуйте. Расскажите... Сау-малейкум. Расскажите, пожалуйста, свою историю. История у нас такая получилась... Так как у меня супруг, он местный коренной житель, Хан Кянди, родился здесь, в 1989 году в результате этнической чистки армян все мусульманское население, в том числе азербайджанцы в основном, были как бы изгнаны из Хан Кянди, в то время он назывался Типанакер. И все, вот так вот прошло 35 лет, и мы вернулись сюда, на родину, на исходные земли. Когда и как вы переезжали? Переехали мы сюда с начала этого года, зимой, в феврале. А вот с чего вдруг решили, вот давай переедем? Вот так пришли, сказали мужу, или это было его решение? Вот у вас все-таки дети, семья? Дети маленькие. А решать тут было нечего. Мы ни на секунду не задумывались, потому что это наша родная земля, и благодаря нашему главнокомандующему, его грамотной политике, в результате в 2023 году были отвоеваны и освобождены от оккупации сепаратистов земли Хан Кянди и ближайшие районы. И мы ни на секунду, естественно, это была огромная радость для нашей семьи, для наших родных и близких, особенно моему супругу, который здесь родился. Это была огромная радость. Мы ни секунды не задумывались и приняли решение переехать сюда жить. Ну, как адаптировались? Адаптация, она, вы знаете, если говорить о социальной адаптации, то это не про нас, потому что социально адаптируются люди, которые переезжают из одной страны в другую, и приходится подстраиваться под менталитет, там, условия и так далее. Мы в своей стране просто поменяли место жительства, город. Единственная адаптация, которая у нас проходит и проходила, это климатическая. То есть мы переехали сюда из Баку, а в Баку климат другой. И единственное, только мы адаптируемся к климату. Вот так вот. А с какими первыми трудностями вы столкнулись? Трудностей никаких не было, честно говоря. И на сегодняшний день у нас никаких трудностей нет, потому что все госорганы, все госструктуры настолько четко, настолько своевременно реагируют и так четко выполняют все указы президента и президентского аппарата, что мы чувствуем себя здесь очень в безопасности и у нас никаких трудностей нет. Тогда если можно поделиться первыми радостями? Первые радости здесь, когда ты возвращаешься на родину, тем более спустя 35 лет мы сюда вернулись и нам доставляет радость все. Каждый цветочек, каждый дерево, каждая капля дождя, каждый снег. То есть мы радуемся всему абсолютно. Вы живете там с февраля месяца, скоро уже год. Вот за эти месяцы проживания там, вы как человек, который наблюдали за всем процессом, что там изменилось? Какие изменения произошли в Ханчанди за последние 9-10 месяцев? Изменения колоссальные. Мы сегодня живем, 8 или 9 месяц проживаем, но за эти 8-9 месяцев произошли колоссальные изменения. И в инфраструктуре города, и в общем. Потому что когда мы вернулись сюда, город был замерзший, так скажем. Словно мы попали назад в прошлые 80-е годы. То есть все было настолько здесь устаревшее и так далее. То есть это был, как говорит наш президент, они превратили город в символ сепаратизма. И сюда здесь ничего из современного мира мы здесь не встретили. Даже тот дом, в котором жил мой супруг, мы пошли, увидели эту квартиру, дом, где его дедушка жил. Они в таком же виде остались, как и в 80-е годы. Но на сегодняшний день здесь такие дороги, здесь современные мосты расширяются, улучшается инфраструктура. Само открытие Карабахского университета было грандиозным событием. На стадионе проводятся у нас концерты, футбольные матчи и так далее. Сегодня буквально здесь было открытие текстильной фабрики. Приезжали представители, если не ошибаюсь, президент Узбекистана. Это будет тоже освещаться. То есть это очень колоссальное, огромное продвижение, я считаю. То есть город очень сильно изменился. И дальше будет ещё красивее, ещё круче. Продолжение следует... Продолжение следует...